В сегодняшнем видео я хотел бы обсудить одну статью, которую я встретил на сайте доктор Питер, и которая очень хорошо иллюстрирует, какие может быть тяжелые осложнения при применении гормональной контрацепции, и какие возможности существуют для фитотерапии и натуральной медицины. Речь пойдет сегодня о побочных эффектах гормональной контрацепции и о ее осложнениях. Вот в этой статье на сайте доктор Питер, буквально это свежая статья, в Петербурге умерла 19-летняя девушка, и врачи 4 клиник не сумели поставить диагноз. Она погибает от осложнений на фоне применения гормонального контрацептива, и никто из 4 клиник не может поставить ей правильный диагноз, случай показательный, который нуждается в комментариях. Итак, зачем назначается гормональная контрацепция? Прежде всего задача стоит в назначении гормональных контрацептивов. Это, ну помимо того, что контрацептивное действие, это еще регуляция месячного цикла. И где-то примерно в возрасте до 22 лет только формируются нервные центры, которые ответственны за регуляцию и секрецию гормонов. Поэтому акушеры-гинекологи, они назначают гормональные контрацептивы, по сути, бесконтрольно, практически всем, и практически по любому поводу. При этом, при назначении гормональной контрацепции, нету анализа динамики гормонов крови. То есть, практически никто из акушеров-гинекологов не смотрит, а как на самом деле меняется гормональный уровень в крови. Никакой динамики, никакого отслеживания нет. Почему так делают гинекологи? Почему они назначают гормональную контрацепцию? Потому что фармацевтические фирмы говорят о том, что проведены все клинические исследования. То, что это безопасно, что это методы очистки фармпрепаратов позволяют сделать гормональную контрацепцию безопасной. И таким образом они успокоили всю общественность. И многие врачи, по сути, забыли о совершенно смертельных осложнениях гормональной контрацепции, таких как тромбоз. Именно в этом видео и как раз пациентка умирает, погибает от тромбоза. Только представьте, что врачи четырех клиник, причем это известные больницы, которые пользуются определенным авторитетом, определенной репутацией, и они не могут даже приблизиться, даже заподозрить то, что у пациентки есть осложнение после применения гормонального контрацептива. Случай вопиющий. И это неудивительно, что Россия находится на 160-м месте в рейтинге по уровню развития медицины. То есть мы стоим, по сути, дело на уровне африканских стран. Очень важно понимать, что применять гормональную контрацепцию для регуляции менструального цикла абсолютно не показано. Абсолютно нет для этого никаких оснований. Потому что есть прекрасные фитопрепараты, которые справляются с этой проблемой на 100%. Они эффективны, они безопасны, и уж у фитотерапии не бывает смертельных осложнений. Более того, я скажу даже более резче. Применение гормональной контрацепции для регуляции месячного цикла является преступлением у нерожавших молодых девушек, потому что это при регулярном применении приведет к возникновению бесплодия. И вот уже, когда бесплодие возникло на фоне контрацепции, вот уже в этом случае никакая фитотерапия практически не поможет. Конечно, можно пытаться что-то применять, но эффект будет абсолютно маленький от этого. Итак, давайте посмотрим, что... Итак, в этом случае побочные эффекты гормональной контрацепции превышают пользу от ее применения. Не то, что превышают пользу, а вызывают смертельные осложнения. Гормональная активность... Многие забывают о том, что на самом деле у фитопрепаратов есть гормональная активность. Так, в исследованиях показано, что происходит стимуляция выработки лютренизирующего гормона, например, витекса священного. Что есть антигонадотропное действие растения, например, которое содержит литоспермовую кислоту. Есть фитоэстрогенное действие растения, что с помощью растений можно воздействовать как на первую фазу, так и на вторую фазу месячного цикла. И чаще всего вот эти растения, которые обладают гормональной активностью, они содержат горечь. И вот эти горькие вещества, они способны влиять на секрецию гормонов. Выводы, которые хотелось бы сделать, как по этой статье, где врачи не могут выявить причины тромбоза у девушки из-за приема гормональной контрацепции, эту статью я оставлю в ссылке под видео, и вы можете более подробно ознакомиться с деталями этого происшествия. А хотелось бы сделать следующие выводы. Любая гормональная заместительная терапия должна начинаться с назначения растительных средств. При длительном применении у растений нет таких побочных эффектов, и тем более нет смертельных осложнений. И затем в фитотерапии всегда возможно подобрать нужное растение. Есть определенные растения, которые дублируют действия друг друга. Тем самым у нас есть выбор, тогда как синтетические препараты, они воздействуют на мишени. И как я уже только что говорил, у них, к сожалению, есть такие смертельные осложнения. Я буду очень благодарен за мнение, за комментарии к этому видео, и особенно за критику, потому что мне очень важно иметь обратную связь от вас, от тех, кто смотрел это видео.